Республика ищет таланты. Особенно острый дефицит сегодня в рабочих специальностях. Тем временем ряды безработных растут, в основном за счет выпускников высшей школы. Многие из них ищут работу за рубежом. Отсюда главный вывод Совета по образованию. В экономике Приднестровья очевиден дисбаланс между спросом и предложением молодых специалистов. Мы говорим о необходимости усиления взаимодействия общеобразовательной школы и профессионального образования. Для того, чтобы ребенок вовремя знал, какие перспективы у него в республике при выборе той или иной профессии. По словам министра просвещения, сегодня важно наладить взаимосвязь между учреждениями общего и профессионального образования. Это также поручение президента и правительства. Такая преемственность позволит прогнозировать востребованность молодых специалистов. На совещании также подвели итоги эксперимента по выработке механизма действия новых образовательных стандартов в приднестровских школах. Современная школа должна учить, учиться и думать самостоятельно. Работа по составлению новых образовательных стандартов Российской Федерации была начата в 2006 году и после широкомасштабной апробации в 18 субъектах Российской Федерации была утверждена в 2009 году. Между тем, только в этом учебном году российские школы начали работать по новым образовательным стандартам. У нас этот процесс, по словам руководителя ведомства, планируют завершить к новому учебному году. Но сперва необходимо адаптировать российские образовательные стандарты второго поколения к приднестровской системе. Стандарты второго поколения ставят задачу воспитания приднестровской гражданской идентичности. Поэтому и встает вопрос о том, что есть необходимость некоторые наши учебники пересмотреть. Если ребенок изучает чтение по учебнику, где написано, что Москва – столица моей родины, то это не совсем соответствует сегодня действительности. Вместе с тем, базовый компонент тех стандартов, которые мы разрабатываем по многим предметам – математика, физика, химия – это тот же стандарт, который на сегодняшний день внедряется и в Российской Федерации. Для разработки новых образовательных стандартов уже созданы рабочие группы. Первый их вариант, по словам Светланы Фадеевой, надеются получить уже в конце этого учебного года. После экспертизы будут организованы общественные слушания по поводу качества новых образовательных стандартов. Ольга Канцур, Игорь Харламов, Первый Приднестровский.